Правила благоустройства Сочи гласят, что граждане обязаны обеспечивать надлежащее содержание не только территорий, находящихся в аренде или в собственности. Содержать чистоте и порядке необходимо и прилегающую зону. А еще нарушением, за которым пристально следят муниципальные инспекторы, считаются неузаконенные рекламные вывески. За что и поплатился Эдуард Волчков. Дагомысский мастер шашлыка о правилах благоустройства города осведомлен не был, но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Получил штраф, оплатил все свои нарушения, исправил все. Сейчас нарушений нету и вплоть обязуюсь, чтобы этого не будет всего. Мы летом и моем, и тротуар, и порядок приводим, и все равно стараемся поддержать чистоту в городе. Но таких, как Эдуард, в том же Дагомысе немного. Завидев специалистов управления административной инспекцией, нарушители закрывают свои объекты. Такая мера тоже не освобождает от ответственности, подчеркивают инспекторы. И штрафы, но уже двойные, до адресата все же дойдут. Наш отдел нацелен на результат. Естественно, все, кто нарушит правила благоустройства, будут привлечены к административной ответственности в соответствии с кодексом об административных правонарушениях. Любая вывеска, любая информация, штендер, что-либо другое, мы не запрещаем его выставлять, мы просто просим их согласовывать. Все должно быть в рамках закона, и все должно быть внутри торгового объекта. Сделали красивую вывеску, согласовали, урну поставили, вокруг себя подмели, все, уже красивый торговый объект, куда хочется заходить людям. Такие комиссионные обходы – это ежедневная работа муниципальных инспекторов. Работают они и по сельским округам. Немало нарушений правил благоустройства и там. Захламление, мусор, выброшенный в неположенном месте, сброс бытовых отходов. Все это также под пристальным вниманием. Результат работы муниципальной структуры – 10 миллионов рублей, поступившие в казну города с начала года, докладывает мэру его первый заместитель. Казна пополнилась, и средства пойдут на решение социальных вопросов. Но это сумма и показатель несознательности большого числа горожан, что не радует, отмечает глава города. Мы все боремся за одно. Город должен быть красив, удобен и чист. Сегодня появилась у нас новая административная инспекция, которая должна, по большому счету, превратить эту работу, которую мы долгое время занимались в ручном порядке, в системную работу. То есть человек, который не будет выполнять правила благоустройства в городе, не будет выполнять санитарные правила города, он будет наказан. И наказан штрафом, и этот штраф он будет выплачивать через судебное решение. Порядка 6,5 миллионов рублей уже взыскано реально. То есть собираемость, реальность исполнения, она доходит до 70%. Раньше у нас было 20-25%. То есть результатом мы добиваемся. Результатом мы добиваемся. Второй раз он не захочет уже сорить во дворе своем, не содержать его, нарушать правила благоустройства. Совершенно верно. Не захочется, чтобы в очередной раз платить. Более того, новое законодательство позволило ввести такие механизмы, что если не оплачивает штраф, то наша же административная комиссия может составлять протокол по статье 20-25 в Кодексе административных правонарушений, который предусматривает либо двойную плату штрафа, либо обязательной работы, либо арест даже. Этот механизм нетротимости наказания, о котором вы говорили, сейчас он заработал, и в ближайшее время мы будем видеть результаты этой работы. Задача властей не просто штрафовать нарушителей, но в первую очередь разъяснять правила. Благодаря профилактике с начала года предприниматели согласовали с мэрией размещение рекламы на 3 миллиона рублей, которые также будут использованы на нужды города. Галина Моисеева, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.